привет друзья я снова в прямом эфире и сегодня тема моего эфира что русскому хорошо то это проект который меня пригласила таня гарда суть проекта в том что выходцы из россии и страны снг рассказывают о жизни в новой для себя стране я вам сегодня расскажу про данью для начала немного представлюсь пока все собирается всем привет мое первое знакомство в дании случилось в начале 2016 года то есть в августе 2015 встретил своего будущего мужа это уже было такое косвенное знакомство и уже в январе 2016 первый раз побывала в дании и я вам расскажу да какой для меня дания стала страной поговорим сегодня про привычки про быт про какие-то культурные особенности дача я подготовила сегодня картинки вот сейчас буду их загружать вот первая картинка добро пожаловать здание я выделю специальное время для ответов на вопросы поэтому вы вопросы запишите на листочек или можете потом посылать в вкладку вопросы и посмотрим как будет по времени либо я успею ответить в конце эфира либо тут же просто подключусь и еще как бы ответим на все вопросы так что не волнуйтесь мы все сегодня обсудим всех рада видеть и будем начинать да всем привет и привет родному городу ижевску да еще пару слов скажу что я сама родилась в ижевске затем уже после университета приехал в санкт-петербург там я прожила 8 лет и уже петербург стал для меня таким окном европу то есть моем случае в дании вот всем еще раз добрый день у кого тоже может вечер мы будем начинать итак до приезда в дании я знала об этой стране если честно не так уж и много для меня это была страна велосипедов русалочки и море если честно даже по моему только краем сознания сознавалось что андерсон это датский писатель я его конечно очень любила но у меня в голове это никак не совмещалось наверное мое первое знакомство с дании точнее со скандинавии случилось в 2011 году я тогда побывала у друзей в норвегии и мне кажется именно тогда это соприкоснулась духом хюнге я еще тогда не знала что такое хюги но меня поразил вот этот скандинавский дизайн такая минималистичность лаконичность во всем упорядоченность и такое теплое отношение людей друг другу такой уют в общем было так комфортно в норвегии что я подумала что норвегия например могла бы стать той страной куда я бы хотела переехать уже для жизни то есть не просто стран для путешествий а именно то место где комфортно жить постоянно и затем я как раз рассматривала какие-то варианты приезда в скандинавию вот волей судя получилось что я переехала в дании это совсем близко к норвегии но в итоге оказалось даже еще и лучше и интереснее для меня до более мягкий климат и как-то дании все таки может быть культура немножко даже еще ближе к нам чем в норвегии и первое что я узнала дании это было датский язык датская семья потому что буквально первый день в дании у меня получился этот день рождения моего будущего мужа собралось более 20 человек датчан они все говорили на датском меня пытались представить всем пыталась запомнить так у кого так это брат того то а это вторая бабушка меня сразу удивило почему моего будущего мужа так много родственников и в этом наверное первая особенность датской семьи это в том что здесь совсем другое отношение к семейным ценностям то есть в россии например поколение моих родителей но ведет себя по-другому есть подружки у них например что-то случилось с отцами да вот они умерли или например их мамы развелись и получается женщины например остались одинокими и после этого брака например они больше не заводили себе основы семью не искали себя мужчину в дании это не так если партнеры там ушел жизни либо если люди развелись на этом у человека жизнь не заканчивается то есть он и как-то проживает свои чувства и спустя какое-то время он снова знакомиться куда-то ходит регистрируется соцсетях там каких-нибудь если это более молодые люди а если пожилые то они не знаю ходят на прогулку кого-то встречают знакомиться и создают снова пару и такое происходит абсолютно даже в зрелом возрасте то есть даже и там 60 и в 70 лет человек может завести себя нового партнером конечно жениться он уже не будет или выходить замуж но человек тяготеет вы какой-то парности так создание семьи и это меня конечно очень удивило что человек абсолютно открыт каким-то новым возможностям не ставит на своей жизни крест не отдается там какой-то депрессии навсегда да а ищет какие-то новые варианты но это буквально какие-то заметки про семью мы к этой теме еще сегодня вернемся у меня для вас заготовлено много слайдов на разные темы и мы вернемся к теме датского языка потому что для меня датский язык стал на самом деле шоком я принципе всю жизнь неплохо знал английский даже какой-то момент даже его преподавала и для меня было абсолютно нормально приезжаешь какую-то новую для себя страну и спокойно общаешься на английском я также учила какое-то время итальянский французский но к сожалению из-за отсутствия практики эти языки у меня немножко потухли поэтому на самом деле на датский язык я набросилась с таким остеренением я поняла что это мой шанс выучить язык который я действительно смогу применять в жизни и вот когда я была на этой семейной вечеринке все говорили по-датски сразу говорю что в дании английский язык знает почти все кроме каких-нибудь людей которые живут в сельской местности и более пожилых даже дети неплохо говорят по-английски потому что это связано с тем что у них коммуникативный подход к обучению то есть если в русской системе в российской например у нас как у нас учат переводить текст делать какие-то упражнения а тут вставьте глагол to be а тут поменять форму глагола в общем это такое занудство но в большинстве школ не во всех конечно но еще этот подход доминирует то в дании все происходит иначе с первого же урока люди учатся именно общаться я не раз сталкивалась с такой ситуацией что человек там годами учил английский да там 10-15 лет но он выезжает новую страну уйдет в магазин и вот он ужасно смущается господи как не купить хлеб а как мне заказать билет все как бы сразу паника в дании наоборот а то есть люди начинают какого-то простого общения и постепенно углубляют свои знания общаются на более сложные темы и таким образом язык у них на высоком уровне и большое внимание уделяется про изношению в русской системе тоже такая проблема что признашение часто хромает но датчанам этом смысле повезло у них собственный язык примерчики тут такие вывела на экран свой язык настолько сложный с точки зрения фонетики что я думаю что у них ухо и мозг натренирован и они уже высчитывают какие-то малейшие нюансы в речи другого человека который говорит на странном языке поэтому даже хочу похвалить людей датчан которые учат русский язык они когда говорят по-русски у них такое красивое произношение что порой даже не поймешь что это говорит датчанин и вообще иностранец то есть я за это их безумно уважаю посмотрите вот на вот эти странные слова которые вам сегодня написала в датском языке более 40 гласных звуков то есть где-то от 40 до 50 в зависимости от диалекта меня конечно это очень напугало и первое что я узнала датском языке с точки зрения фонетики то что у них есть толчок моя первая преподательница так не спросила светлана а слышала ли ты что-то про толчок я такая пожалуй нет и она начала мне объяснять это такая воздушная струя ты направляешь ее с живота и там у тебя в горле смыкаются вот эти связки так резко и происходит толчок и в русском языке даже в одном единственном слове есть такое же явление это в слове не а вот вы скажите прямо сейчас не а и вы почувствуете такое легкое напряжение в горле и как будто бы вы немножко квакнули в общем что я могу сказать про датский язык датский язык это как будто собрались жабики на баллоне и начинают немножко так квакать толчок причем употребляется в разных словах иногда это такой смыслоразличительный момент то есть с толчком слово одно и то же может быть там с толчком и без толчка совершенно разные значения может могут быть мама или убийство или слова там она или собака поэтому толчок нужно изучать иначе если вы его неправильно употребите вы попадете в неловкую ситуацию самое любопытное что толком никаких правил вот где толчок ставите где не ставить на самом деле нет поэтому иностранцам приходится худо с точки зрения того как же освоить этот страшный датский язык и так как гласных звуков очень много что меня еще сразу так как-то немножечко поставила в тоже сложную ситуацию то что мозг начал меня обманывать то есть я слышу какой-то звук и не понимаю так это сейчас было о или у потому что мой мозг знает только два вот звука о и у какие там вариации но в датском есть звуки которые между то есть это не о и не у а о то есть человека бог вот и это одна из особенностей и даже когда я уже год жила в дании я как-то ехала в поезде еще помню в первый раз в электричке и смотрю на вот эти описания там остановок и слушаю каких произносит диктор и у меня сразу такие о господи по моему нету никакого соответствия этот диктор меня явно разыгрывает но потом мне пришлось привыкнуть до что на самом деле половина букв не читается а где-то там еще толчок добавить и еще ударение надо правильно поставить и вот получается такой коварный датский язык и даже вот там слова может писаться не о репорт да а читается не о под потому что есть куча разных правил что после звука r нужно гласную расширить там всякие такие премудрости на самом деле эта тема так увлекла что датский язык я в итоге выучила и если хотите я сделаю отдельный эфир про то как я учила датский язык поэтому вы мне потом в комментариях или в личных сообщениях напишите нравится ли вам эта идея а сейчас покажу вам на практике меня уже спрашивали что не так с датским языком ведь он немножечко похож на немецкий много слов пришло из немецкого и в этом есть определенное облегчение для нас русских обратите внимание слова например картофель свины котлета апельсин мандарин и наверняка вы почувствовали ага пожалуй я все понял были картофель свиные котлеты апельсин мандарин вот талекен тарелка да то есть соответствие присутствует но есть много и других моментов которые не подвластны нашему уму сразу скажу кто учил еще английский им тоже датский пойдет легче да потому что грамматическая структура довольно такая ровненькая и на английский тоже неплохо ложится не во всем есть куча интересных датских правил про инверсию там что нужно менять порядок слов и так далее но это все можно выучить я немножко прочитаю то что написала первая станция где живу и визу район где живу в виду фразы которая звучит как так или кто как я вообще начала покорять датский язык заключалась следующим я начала просто заучивать фразы и с красивым произношением поэтому даже на заре моих познаний датским языком когда общалась датчанами они услышав мою красивую фразу типа спасибо вот так или мол и вам того же например хорошего дня они такие она неплохо говорит по-датски и продолжали со мной беседу но напрасно потому что кроме нескольких красивых фраз я мало что могла сказать но это был моим таким тоже ключевым моментом я сразу учила какие-то моменты вот из коммуникативной методики то есть пыталась подстраиваться подачан и говорить также как они употребляют такие же фразы с такой же интонацией и это мне всегда очень помогало и дальше еще несколько слов чтобы вы увидели как это читаете как-то пишется и подумали о боже хорошо что я хочу другой язык софиоли и это конечно переводится и последнее слово фраза целая телюки мэфио сестей переводится с днем рождения поздравляю с днем рождения то есть эти букв миллион прочитали мы только половину но есть тоже такая фишка как сойти за своего в плане датского языка это вот вторая картинка снизу это волшебное датское слово но она употребляется в совершенно разных контекстах то есть это до 10 вариантов разных ситуаций например когда вы видели милого котика вы можете сказать но это значит о какой милый коль или там вы кому-то угрожаете вы но погодите или вы там выражаете понимание вам собеседник что-то так рассказывает и вы так да да я все понял такие но но и мне так понравился словом что я даже неосознанно стал употреблять его даже и в русском языке и в английском это говорю но она извините это мне немножко датский но вот если вы учите это одно маленькое слово вы же датчанам создадите впечатление что вы уже погрузились в их культуру еще вспомнил такой забавный момент когда датчанки почему-то это больше для женщин характерно они вас внимательно слушают и так поддакивают они как будто бы немножко задыхается и у них это выглядит так я когда первый раз увидела о боже что с моей подруга происходит может быть ей воды принести а оказалось что она внимательно не слушает и это нормально то есть надо даст и переживает мне очень поэтому вот такой прием тоже можно использовать называется немножко задыхаться вот такие забавные моменты если вам эта тема нравится я обязательно сделаю эфир про датский язык и подробно расскажу здесь как раз я приготовила небольшие слайды да что я в итоге дошла до 6 ступени обучения сдала экзамен который даже позволяет мне учиться датской университете я пока не планирую учиться датской университете но мне было важно достичь этой ступени чтобы свободно говорить там на тему даже политики экологии охрана окружающей среды и так далее и вот что мне тоже помогло внизу слайд это такие языковые кафе и очень милые некоторые датские преподаватели которые организуют студентов прямо иногда порой у себя дома или вот такой площадке рядом с домом это можно болтать на разные темы с иностранцами из разных стран и как бы датский язык в такой обстановке идет гораздо веселее мы не будем долго задерживаться на теме датского языка будем двигаться дальше и я вам хотел рассказать вот о датской идентичности о том как она активно проявляется в использовании датского флага датский флаг это красный прямоугольник с белым крестом по легенде спустилась такое вот полотно с небес во время битвы под таллином 800 лет назад так таллин тогда была еще датской территории и вот этот флаг украшает все и везде в частности когда вы празднуете день рождения свадьбу да например к повышению там по работе то вы обязательно украшаете свой дом флагами вам в рабочее место ваши коллеги украшают флагами его свой торт вы тоже должны украсить флагами это такая милая традиция если бы мы переносили например на россию в россии мне показалось бы это странным да что это какие-то националисты но в дании вот у них такие яркие приятные цвета вот этого флага он так органично вписывается в лаконичный датский дизайн у меня никаких вопросов эта традиция не вызывает если вы приезжаете там например из путешествия вас в аэропорту тоже встречают родственники и конечно же машут своими флагами и вы уже видите а это мои родственники вот и на первом слайде тоже мы были на вечеринке посвященной рождению ребенка и там тоже все было украшено флагами и как раз когда я была на день рождения будущего мужа мы тоже украсили все флагами но не только датскими но еще и русскими и даже флагами удмуртии республики где я родилась вот такая милая традиция мы как раз говорим с вами как датчане проводят день рождения я приготовил для вас фотографии с датского дня рождения традиционно на датский день рождения пекут специальные булочки все здесь поле то есть более это булочки они вообще бывают разные до под сезон мы дальше будем говорить про рождество и для рождества есть свои булочки тоже булочки эти могут быть такие простые без всего а могут быть с изюмом или с каким-то цукатами и также датчане там разливают чай и кофе потанцуем в основном конечно кофе но чай тоже бывает некоторых домах особенно если вы предупредите что вы любите чай то вам его тоже подадут ничего такого страшного там нет но еще бывает что тортик там готовят такой ленивый до покупают коржи из магазина и там что-нибудь прокладывают например сливки ягоды и так далее к сожалению бывает так что в дании к сожалению вот они торт какой-то приготовили и говорят так угощайся угощайся ешь еще так думаешь какие негостепринные а на самом деле они так делают потому что потом этот торт они к сожалению просто выбросит я этого не понимаю я стараюсь избегать вот такого отношения к продуктам то есть я все закупаю по плану и все используют потом по назначению да если я чувствую это морковка завалялась и быстренько там натру на терке и положу там свое блюдо не позволю морковки погибнуть зрение не все датчане придерживаются такой концепции и увы как бы бывает так что какая-то еда потом выкидывается это я конечно не приемлю мы с вами посмотрим еще дальше слайды вот день рождения может проходить более гламурно то есть на предыдущем слайде это был просто день рождения дома а здесь уже вот сестра мужа заказала специальное помещение заказала такие красивые десерты да все оформлено в таком нежном стиле вот и любопытно что иногда вот эти дни рождения проходят по принципу винни-пуха кто входит кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро и не раз нас приглашали на так называемый пранч в субботу или воскресенье когда хочется немножко подольше поспать нам приходилось стоять пораньше и ехать куда-то еще в другой город дании чтобы успеть вот на такой воскресный пранч на часов 10 утра уже все гости собираются приезжать на машинах из разных концов и отмечают по поводу того что дарят вот вы видите на втором слайде кем там на первом видно такие конверты на день рождения дарит в основном деньги если у вас человек какие-то теплые отношения если это больше такой дружеский день рождения тогда вы можете прийти с подарком и подарки могут быть по вашим пожеланиям либо какие-то универсальные типа как книга какие в россии например ну или какие-то еще вещи которые человек точно знаю что вы любите а если это с родственниками то обычно просто все дарят деньги и в конце у вас какая-то кругленькая сумма которая покрывает ваши расходы по проведению дня рождения плюс оставляет вам какое-то право купить подарки для себя уже самому выбрать что вы хотите мы постепенно двигаемся к теме уже датской кухни я упомянул в своем анонсе что отлично ложится пословица хлеб всему голова на датскую кухню король датской кухни это ржаной хлеб он выпекается там по особым технологиям старинным это может быть дрожжевой хлеб может быть без дрожжевой да вот который на закваске и здесь вот перед вами различные сорта хлебов в дании очень популярны пекарни и в любом магазине вы тоже можете купить какие-то вкусные хлебчики и всякие хлебобулочные изделия и как раз ржаной хлеб служит основой для приготовления традиционного датского блюда смёры прот по-русски по-английски называется open-face sandwich по-датски это звучит как смёра прол как вы понимаете опять разница существенна смёра это масло прол это хлеб и это вот на нижнем слайде представлено вот это блюдо еще второй половине 19 века это была еда рабочего класса просто хлеб с маслом люди брали с собой на фабрике но потом это блюдо стало вот эволюционировать и сейчас на него кладут тонкий слой масла и сверху уже как вы видите мясо бывает там рыба креветки морепродукты яйцо и так далее овощи и у них у каждого есть свои традиционные рецепты у них смешные названия мне больше всего запомнился ужин ветеринара для вегетарианцев тоже есть варианты да может быть там просто картошка с овощами так что даже если вы вегетарианец вы тоже сможете есть какой-нибудь мир и брод в дании и при этом не нарушить своих принципов а как выглядит смори брод повседневной жизни вы видите на слайде вот который сверху это когда опять-таки приезжаете на день рождения вам помимо кстати булочек некоторые угощают просто булочками а у кого там есть еще возможность что-то прикупить покупает просто же хлеб и к нему какие-то вот такие полик называется полик это то что кладется на хлеб и это могут быть какие-то готовые странные салаты я недавно постила stories руси с ксалет да русский салат это в итоге просто свекла в майонезе это может быть там рыба в майонезе дачане кстати любят майонез да еще любят французский вот такой майонез римулат это майонез желтого цвета с разными добавками там солеными огурцами маленькими вот этими как же называется не помню с чем с каперцами да и вот это все они кладут на еще на рыбу на рыбное филе кстати дальше я вам сейчас покажу да вот как раз рыбное филе на верхнем слайде с лимонами тоже традиционное датское блюдо и его как раз щедро поливают римулатом римулат стал открытием для моей мамы она его так полюбила что стала привозить из дании и тоже есть его родном и жестки тем же угощают еще помимо вот того что уже перечислила то есть вот эти всякие смори броды потом вот эти булочки и внизу вы видите уже такое рождественское угощение это всякие сладости чипсики фрукты да то есть меня поразило насколько в дании любят чипсы и вот такую всякую нездоровую еду снэки да то есть я с трудом представляю себе картину что внук приходит к бабушке в россии и она там чем-то угощает и под занавес такой тазик с чипсиками ну внучок налетай у меня эта картина не укладывается в голове а в дании это обычное дело то есть второй раунд когда уже все расслабились улеглись на диваны бабушка выносит тазики с чипсами и все разваливаются диванах и начинают там бурно поедать эти чипсы к ним еще какие-то соусы приносят и вот люди так развлекаются это конечно был для меня шоком но еще и после чипсов идет конечно лакрица лакрица это такие конфеты очень специфические которые исполнены из корня солодки да вам знаком этот вкус по сиропу от кашля из детства а удачан это любимая сладость и лакрица добавляют и в шоколад и в мармелад и во всякие конфеты сосательные причем в этой соленая лакрица но это уже продвинутого уровня и лакрица с чили я никогда не могу такой есть я только могу сладкую лакрицу но если вы любите лакрицу то в дании вы можете там свою кулинарную фантазию просто удовлетворить по полной программе еще немножко на тему еды у нас очень конечно популярные пекарни я говорил уже про хлеб и кроме хлеба там можно купить всякие датские булочки в дании называются эти булочки венопроу да венский хлеб и почему потому что тоже еще 2 половина 19 века датские пекари забастовали но булочек всем хотелось поэтому пригласили венских пекарей они используют традиционные рецепты вот своего вот этого теста слоеного которое теперь популярно как именно датское тесто и стали печь вот эти булочки которые сейчас во всем мире известны как дениши этих булочек так много разных сортов что даже не все датчане знают их название поэтому об этом можно делать какой-то отдельный пост я наверно как-нибудь сделаю то есть их там миллион видов они бывают с кремом бывают покрытые такой глазурью вообще если говорить о датских сладостей о сладостях то это может быть еще марципа на всех видах все такое довольно плотненькая тяжеленькая поэтому если вы на диете будьте аккуратны также мы продолжаем тему кухни нельзя сказать и нельзя обойти тему алкоголя в дании очень популярное пиво еще в семнадцатом веке пиво было более популярны чем вода потому что вода была в городах грязная пиво кипятили неоднократно и поэтому его было безопаснее употреблять и даже его давали иногда детям конечно было сильно там разбавленная да не крепкая но вот это остается фактом здесь у меня такие картинки из пивоварни новый кайлсберг вот если будете на скопенгагене конечно это прекрасный район с такой своей атмосферой если вы любите пиво вы можете туда сходить и там попробовать разные сорта пива побывать на исторических конюшнях и углубиться вот эту тему поподробнее из крепких напитков датчане любят шнапс это такая типа водка такой сильный алкогольный напиток на травах я сама честно только нюхала его вот это очень любителя но датчане пьют и пиво и шнапс и по моим наблюдениям такие уже датчане в зрелом возрасте в основном пьют вино на празднике либо на день рождения кстати вообще могут не употреблять алкоголь просто попить там кофе или чай а вот молодежь очень сильно бурно пьет вообще все подряд и даже известная история про датских школьников которые поехали на каникулы или на какие-то спортивные состязания в чехию и там они так сильно напились просто стали буянить и даже полиция в чехии не смогла с ним справиться и пришлось вызывать полицию из дании чтобы этих подростков утихомирить и увезти обратно в дании то есть походу дел очень много датчан проходит через вот такой период бурного употребления алкоголя но потом они успокаиваются и в зрелом возрасте они уже в основном не злоупотребляют дальше мы переходим к интересной теме что делать человеку который приехал из там по советского пространства и питает нежную страсть гречки я гречки относилась совершенно ровно но на почве ностальгии после переезда у меня проснулась невообразимая тяга гречки мне хотелось очень сильно ее купить так как я была еще такая новенькая в дании я толком не знала где купить и даже попросила свою подругу и мне привезти но после этого я выяснила что у нас есть специальные магазины болгарские или польские к сожалению русского магазина у нас пока нет но и там можно купить всякие товары гречку кстати гречку еще в турецком магазине продают единственное датское блюдо где я видела гречку был какое-то блюдо из веганского ресторана который мне заказали как бы с собой на новогодний вечер и там вот гречка была в форме такой посыпки то есть это была сушеная гречка такая как прокаленная и ей нужно было по сценарию посыпать вот блюдо из овощей меня это очень удивило никогда в жизни такого не видела поэтому гречку потом я стала покупать и в турецком магазине и болгарском вот сверху я нашла однажды пряники даже из питера чему была очень рада вот так выглядит как раз наши магазинчики сейчас недалеко от того места где живу есть большой болгарский магазин и там можно купить вот всякое добро которое мы любим вареники мороженое вот например внизу мне удалось как-то найти вкусное мороженое российское вот а сверху слайда демонстрирует необычное явление иногда наши вот эти продукты попадают в обычные датские магазины ну вот например магазин лидл он немецкий но он да не очень популярен иногда вот поставляет некую фирму кулянка это возможно что-то прибалтийская и они вот и выпить и голубцы здесь банках приготавливают и вот такие пельмени я сама этого не покупала у них покупал как это какой-то сок тоже кулянка вот был хороший сок поэтому необычное то что и датчане могут познакомиться нашей кухне и вот не уходят куда-то далеко да прям своем родном магазине отдельная тема это молочные продукты я знаю что очень многие прям спрашивают меня есть подруга ирина надеюсь она посмотрит этот эфир она меня два раза спрашивала светлана а есть ли в тани сметана я говорю ира ты же уже спрашивала ну конечно есть у нас сметана есть называется к м фэш для ирины это был такой важный вопрос вот если сметана то она готова переехать в эту страну поэтому до этого и подружки из других стран говорили что нет и она так отсекала варианты а вот дания да дания предлагает вариант сметаны и даже предлагает варианты вот сверху от 38 это ума называется такой кисломолочный продукт типа ацидофильная паста но это не паста как жидкая да жидкий ацидофил это немножко напоминает кефир если вы очень любите кефир а внизу это фьютоост то есть датский творог он здесь всегда соленый и он в таком консистенции намазывательный да то есть намазывательный сыр вообще я к нему уже привыкла я люблю творог у нас кажется традиционный творог можно купить литовский например с валя если далеко ехать магазин вот этот болгарский можно сходить в обычный и купить вот датский фьютоост и насладиться примерным плюс-минус вкусом творога только соленого и необычная тема да мне спрашивают а готовлю ли какие-то русские блюда я скажу честно я готовил пару раз борщ правда вегетарианский но например мой муж небольшой фанат парся я готовлю какие-то универсальные блюда там очень люблю булгур с овощами киноа и всякие виды запеченных там овощей или запеканки и так далее вот но иногда я делаю блины и блины я однажды приготовила на датскую вечеринку на датскую пасху и соответственно всем понравились мои блины и все сказали о да это типа датские блины и для меня это было таким бальзамом на душу то что я приготовила что-то что я люблю сама датчанам это тоже очень понравилось и вот наладился такой блинный мостик между нами поэтому вот блины любят все и русские и датчане мы с вами двигаемся к очень важной теме эта тема рождества рождество это прямо что-то такое супер датска и сейчас хотя и совсем не сезон рождества я не могла не обойти эту тему до без внимания потому что вот это просто какой-то краеугольный камень датской идентичности вы видите что к рождеству нас украшают центральной улице люди украшают елками свои дома начинается эпоха такого так называемая юлия хюги то есть есть просто хюги а есть юли хюги то есть рождественская хюги то есть особенные фанаты они вот такие расставляют у себя дома красивые статуэтки свечки тоже елку наряжают и устраивают ну прямо такой супер супер хюги хюги устраивают даже на работе вот представляете это так мило люди собираются накануне рождества своим рабочим коллективом и вместе вырезают украшения сердечки еще со времен андерсон такая традиция есть и также наряжают елку еще хотелось здесь раз мы затронуть ему офиса сразу упомянуть про датскую офисную культуру что датский рабочий день не везде но часто да он примерно 8 часов там где-то с 8 30 до 4 потому что в 4 нужно уже забирать детей из там ясель или из детского сада поэтому люди быстренько уходят работы чтобы забрать своих детей вот на обед выделяется полчаса и в пятницу люди уже празднует наступление уикенда то есть 8 утра им подают специальные вот эти датские булочки вот а в 3 часа у них открывается фрайди фрайди пар они начинают пить коктейли и играть настольный теннис это такие маленькие заметки про датскую офисную культуру мы с вами возвращаемся к теме рождества одна из традиций на рождество это такая игра называется пакина и игра с подарками она присутствует на каждом рождественском вечере то есть конечно же есть просто подарки для этого нужно где-то за месяц до рождества написать специальный список юлия инске свои рождественские пожелания это можно писать все что угодно можно писать опять-таки книги некоторым хочется приобрести каких-то получить подарок фильмы свои любимые на блю-рей типа вот ну а вообще бывают смешные подарки например хочу новую сковородку или хочу там кабели какие-то новые для своей техники то есть все что вы там напишите это вам и подарит то есть я сначала думала а я хочу там плед ну напишу я хочу плед и это не работает то есть если вы хотите получить плед вам нужно определиться какой марки какого цвета какой текстуры какой стоимости найти ссылку на этот плед в интернет магазине и ссылку включить в этот юлию инске если ссылки там не будет вам не подарят ваш подарок для меня это стало открытием то есть я попросила как-то коврик для йоги и указала ссылку и я подумал хорошо если этот коврик они не найдут они купят не другой коврик какая проблема мне в принципе не так уж и важно какой у меня там коврик но главное чтобы он там был и все они мне такие ну извини этот коврик был распродан мы тебе не купили никакой коврик и я так печалька придется самой покупать ничего я заказал коврик на какой-то другой праздник мне его в итоге подарили на день рождения вот ну то есть все пишут эти листы потом подарки красиво упаковываются и ровненько там вот уже вечером когда все поели вручаются я писала что происходит если раньше да вы начнете вручать подарки однажды хотел вручить подарок бабушки мы отмечали как бы с другой компании родственников и не могли встретиться с бабушкой в рождество но мой муж очень разозлился он превратился в рождественского демона и сказал никаких подарков раньше рождества только рождественский вечер не так ну как же я хочу посмотреть на реакцию бабушки я так долго выбирала и подарок он сказал я ничего не знаю все давай убирай под елку она сама откроет я подумала о господи я не буду будить рождественских демонов и я положу подарок под елку и бабушка потом же спокойно в рождество это все посмотрела и позвонила и сказала спасибо нам очень понравился ваш подарок поэтому ни в коем случае не нарушайте святые датские традиции иначе вы встретитесь не очень хорошей реакцией а возвращаясь к игре про которую хотел рассказать то есть помимо еще вот этих больших подарков которые вы заказали вы имеете шанс выиграть такой маленький подарок в игре то есть это раздают всем такой вот сначала все приходят каждый из двумя маленькими подарками запаковывает их вот как на верхнем слайде и потом начинают играть в кругу трясти вот это вот маленький кубик если выпадает 6 то вы забираете подарок и так проходят по кругу пока у всех не все не разберут подарки и потом второй раунд кто-то из игроков устанавливает таймер никто не знает насколько и начинается самое интересное вы должны украсть теперь подарок если у вас выпадет снова шестерка и тут очень смешно как иногда например какой-то большой подарок происходит битва а в итоге когда все распаковывают выясняется что это набор там тряпок для мытья пола или это просто коробка в коробке в коробке и там внутри просто шнурки и это такое как бы большое разочарование и 2 даже ситуации когда люди засовывают туда всякую фигню в эти подарки а потом оказывается что это что-то ценное такая была даже ситуация на датском радио там были дебаты одна девушка говорит о я тут засунула там какие-то карточки ну как бы коллекционные но думала что они ничего не стоит а вот другой мой друг выиграл эти карточки оказалось что это супер редкие карточки он их сейчас может продать на аукционе типа а что делать рассудить у нас как нам теперь быть в этой ситуации я не знаю чем это все дело кончилось но в итоге среди этих подарков можно найти что-то стоящее а может быть и просто какие-то смешные сувениры которые вы купили например в этом секонд-хенде да поэтому никогда не знаешь что в итоге там найдешь вот я уже перестала относиться к этой игре серьезно и самое удивительное когда я перестала там ожидать какой-то вытянуть классный подарок я как раз тот вечер вытянула классные подарки что же едят на рождественский вечер на верхнем слайде тут нет того что едят в основном все потому что едят свинюшку запеченной корочкой так как я не ем мясо но я стал есть рыбу в дании иначе бы мне пришлось питаться одним хлебом на праздниках то для меня специально готовят рыбу но вы видите помимо этого что еще дают на рождественском вечере это картошку двух видов вилка тёфли то есть белый картофель и еще селка тёфли внизу или пулика тёфли точнее да то есть такой карамелизированный картофель картофель обжаренный специально в такой сахарной оболочке он сайте очень вкусный и вот там темненькая в центре это капуста красная она тоже обязательно подается к столу и вот все вместе собирается такой пазл и дружненько уминается да и плюс едят еще утку на она тоже в кадр не вошла я обязательно рождественский десерт представлен на файле снизу да называется рис аламан тоже такое французское название миндальный рис то есть это рисовая каша стертой миндалем кстати очень вкусно мне нравится такой рисовый пудинг он подается обязательно с вишневым соусом вишневый соус обычно просто продать покупает в магазине разогревают и подают но кашу конечно варят все сами и среди родственников даже может быть такое негласное соревнование а я вот а мне кажется что лучше и саламан было у или а может быть лучше вот у той бабушки то есть можно сравнивать и смотреть да у кого поинтереснее этот пудинг есть тоже забавная датская традиция связана с этим пудингом это то что кладется один целый миндаль и кто вытягивает миндаль целый он должен как бы его не раскусить и при этом еще не подать вида что он ему попался и хранить его за щекой и только уже когда все измучились но кто же победила достать его и показать всем и за это вы получаете обычно еще один подарок это может быть просто набор каких-то конфет а может быть даже билеты в кино да то есть я кстати один раз вытянула этот миндаль и получила какие-то вкусные датские десерты раз мы уже начали тему датских праздников то следующий важный праздник это новый год он не такой не имеет такого значения как у нас дан прямо в россии но есть определенные традиции которые связаны с новым годом это обязательно выступление королевы вот его очень ждут также выступает премьер-министр но речь королева особенно важно то есть она обязательно какие добрые пожелания вот для всех датчан свою новогоднюю речь включает и также датчане обязательно смотрят это кино ужин для одного про пожилую даму у которой все друзья умерли остались осталось только дворецкий и в течение вот этого маленького фильма он пьет со всеми ее друзьями как бы с мертвыми душами и напивается просто стельку пока не падает это кино очень популярным германии тоже она занимает все 15 минут его показывает прямо перед новым годом и еще внизу вот такой канцеке это тортик маленький такой из венков из теста такая целая елочка вот его обязательно готовят на новый год и важная датская традиция это прыгать в новый год то есть нужно забраться на табуретку или там на диван на любое возвышение взяться за руки если вы там с мужем или женой на и вместе прыгать новый год это очень милая традиция и даже когда я сейчас праздную новый год в россии я обязательно прыгаю со своим мужем новый год и тоже родители меня тоже стали прыгать вот если нам не хватает русских традиций это мы с моим мужем в дании нас пригласила русское сообщество на русский новый год и пригласила даже выступить в роли деда мороза снегурочки на русском языке мой муж знает немного русский и он тоже принял активной части кстати я вас путаю это был русский новый год для датчан мы кстати на датском вещали вот но выступали с русской командой было очень весело засняли на видео вот и такие незабываемые впечатления двигаемся дальше где лучше всего почувствовать и такой рождественский а потом и зимний дух это конечно в датском парке тиволи тиволи мне кажется тоже такая часть идентичности по крайней мере копенгагенцев то есть это их любимый парк старейший муж 177 лет он вдохновил именно уолт и диснея на диснейленд и посмотрите какой этот красивый чудесный парк каждый сезон там меняется оформление то есть летом там прудики уточки такой ландшафтный дизайн чудесный потом на хэллоуин на пасху есть тоже свое оформление вот то есть этот парк датчане просто обожают и покупают туда целые такие абонементы и ходят туда вот по нескольку раз рождество и потом и на новый год и как бы парк закрывается на какое-то время там меняется полностью оформление потом он снова открывается и летом там конечно тоже очень красиво и там приходят концерты в общем такое культовое место обязательно его посетите когда я надеюсь все откроется и вы к нам приедете дальше я хотела рассказать только что говорили про парк тиволи он такой платный да и там билет стоит не дешево но в дании слава богу есть куча классных парков именно бесплатных там можно гулять мои любимые это вот такие романтические сады с прудами с гротами с такими тайными уголками там можно вот найти какой-то укромный уголок там засесть почитать любимую книгу далее просто понаблюдать природу можно покататься на лодке вот по этим маленьким каналам то есть датская природа она такая прекрасная в принципе немножко похожа на русскую да бывает здесь и березки но есть и много таких более теплых теплолюбивых растений например японская сакура магнолия например вот у нас весной все расцветает в апреле в мае город весь в цветах поэтому хотелось им поделиться что у нас такая красота здесь что касается ландшафта да да не конечно абсолютно плоская но есть такое необычное место вот с искусственными холмами сделали из какого-то старого мусора холмы и вот здесь хотела показать такой необычный вид в дании она обычно плоская но можно найти такие уголки где можно забраться на вершину и посмотреть на окрестности здесь мы уже движемся вот к таким летним развлечениям я вам хотела рассказать о таком необычном для меня явление как ягодная ферма меня пригласили коллеги я и была очень благодарна это такое огромное угодье и там можно вот собирается голубику можно собирать малину черешню просто в огромном количестве то есть нужно как бы заплатить за вход и постись там и как бы можно просто прям собирать и есть тут же тут же но естественно если вам хочется самому собрать такую корзиночку как внизу вы можете это сделать и заплатить отдельно вы будете знать сами что это там не где-то купили до непонятном месте а вы собрали своими собственными руками из экологической фермы и потом дома можете продолжать вот этот праздник когда мы там были в на этой ферме мы так наелись несколько дней не могла смотреть на эти ягоды но я ягоды обожаю очень скучаю по этому месту прошлом лет у меня не получилось сюда съездить надеюсь что этим летом как все будет открываться я снова побываю в этом чудесном месте также про летние забавы уже рассказывала в stories есть такое такая датская традиция дачных маленьких участков есть полноценные загородные дома называется сом и хус они только для вот летнего времяпрепровождения а есть прямо в черте города такие маленькие участки с маленькими домиками где нельзя спать но там можно просто поесть или оставить вещи и устроить себе такой участок расставить там фигуры гномов посадить цветы и приезжать туда или приходить пешком потому что иногда этот садик может быть напротив вашего дома тогда можете приходить тоже там устраивать пикник есть на природе и вот наслаждаться своим каким-то маленьким таким дзенским садиком в целом конечно отношение дачан к природе восхищает здесь хотел вам показать такой пример датского художника скульптора томаса дамба про него немножко уже рассказывала который делает скульптуры троллей они разбросаны по нашим этим пригородом и называется проект 6 забытых троллей из переработанных материалов вот он делает такие чудесные скульптуры иногда они превращаются в целые детские площадки и безумно популярны дай среди взрослых и среди детей и творчество этого автора настолько вообще такой резонанс получилось что его приглашают уже во все другие разные страны не только европы на америке и и куда я в стране по-моему то есть он теперь путешествие по всем миру и везде делает своих троллей вот этих конечно неотъемлемой части датской идентичности датского вообще склада ума это тоже море потому что да нет островное государство и здесь более 400 островов некоторые из них даже необитаемые представляете какой простор для робинзона круза поэтому дачане очень любят плавать в основном это конечно балтика второе море это уже где ютланде это северное море но в основном вот где копенгаген это все балтийское море или просто называется еще рисунский пролив вода здесь такая слабо соленая если вы хотите совсем отдых такой уже полноценный нужно ехать на остров борнхольм вот там как бы уже такой датский юг но и в самой дании везде пляжи береговая линия огромная то есть можно купаться и наслаждаться вот этим таким отдыхом хотя вода не очень теплая но как бы терпимо и в последнее время из-за климатических изменений она даже неплохо прогревается потому что на еще и там мелкая мелководье и конечно с темой воды связано то что у многих датчан есть своя лодка не у многих есть машина но лодка есть у многих и конечно тема рыбы всплывает рыбы все думают ага датская рыба должна быть популярна но датских ресторанов рыбных не так уж и много вы их конечно можете найти а на острове борнхольм есть например традиция рыбу коптить да то есть там очень куча разных коптилин вот то есть там можно попробовать рыбу но в копенгагене этих ресторанов буквально там даже ну может быть 10 да но не столько как вы могли подумать поэтому рыба датчане едят селедку очень любят без картошки просто с хлебом но картошку тоже можно в ресторане получить но это к тому что вы не ожидаете что будет рыба на каждом углу или там как в Низерландах что вот эти ларьки с рыбой такого к сожалению у нас нет но я вам как бы всегда подскажу где ее найти дальше картинка как раз про пляжи и что купаться в дании можно на пляжах которые есть в виде либо специальных купальнях купальня находится прямо в городе видите тут абсолютно такие офисные здания и тут же каналы купали и начале 2000-х годов все каналы были очищены и купаться можно прямо в канале это удивительно если погода не позволяет если происходит зимой вы можете ходить бассейн для меня это стало открытием муниципальные бассейны очень дешевая буквально там не знаю 300 рублей стоит однократное посещение вот это там буквально несколько евро и можно и в сауну сходить и в джакузи и там еще в такую паровую комнату в общем столько всяких удовольствия и всего за такую скромную сумму это меня просто поразило и там же я впервые попробовала такое интересное мероприятие как сауна гус это танцы с полотенцем то есть вот такие арома масла их там распыляют на угле и потом специальный обученный человек начинает красиво махать полотенцем и все вдыхают целебные пары там эвкалипта ели апельсина и так далее это очень приятный такой приятный ритуал и потом еще можно поесть фруктов пообщаться с другими людьми и самые смелые устраивает от сауна гусы в саунах который находится рядом с заливом и они потом чтобы охладиться прыгают прямо в воду я прямо воду прыгать не пробовала но увидела это в кино в датских вот и думаю что однажды я это тоже попробую осталось еще несколько слайдов я очень быстро говорю потому что понимаю что время течет просто со скоростью света но я уже на самом деле буду скоро заканчивать я думаю что для сессии вопрос и ответ как я и предполагала видимо мы переподключимся поэтому не волнуйтесь к вопросам я обязательно вернусь это у меня уже осталось несколько слайдов что меня удивило в дании меня удивило датская почта в дании как таковой почты отдельно нет то есть есть просто большой магазин типа как в россии карусель или ашан и там есть такой маленький отделчик почта и там можно отправить письма посылки так далее а чтобы получить посылку можно заказать его просто например тоже в каком-то продуктовом магазине даже в маленьком типа там пятерочка там просто тоже есть склад и мужчина выдает вам посылки то есть даже это не почта просто пункт выдачи либо есть такие большие ящики сейчас в россии знаю тоже популярно там тебе присоединят код на sms или email и ты вводишь код и получаешь свою посылку ящик открывается да то есть почта устроена по-другому она такая приятная нет никаких очередей поэтому там находиться одно удовольствие страх которыми был связан с почтой в россии он у меня испарился дальше два слова хочу рассказать про общественное пространство в дании посмотрите сверху это университет внизу эта библиотека и кажется если бы я училась такого университета я бы оттуда просто не вылазила я там как-то встречалась с подругой она мне попросила помочь ей она сама была студенткой она не пригласила показала как там все устроено посмотрите какой шикарный дизайн такие березки необычные там все такое яркое там классные кафешки есть вегетарианское шикарное кафе там просто везде зоны какие-то релаксации ей зоны для обучения там все так шикарно оформлено что там просто хочется быть и никуда не уходить просто грызть гранит датской науки а внизу это библиотека это тоже такое красивое здание с эскалаторами там тоже проходят и разные арт встречи и выставки и конечно можно и книжки там всякие почитать посмотреть то есть библиотеки несмотря кажется да кому что это что-то архаичное в дании это популярное место туда можно и с другом прийти и самому прийти позаниматься и очень приятно конструктивно провести время потому что там такая обстановка располагающая дальше не такой забавный слайд да что я считаю что дания это страна победившего социализма потому что все от чего хотели построиться в советском союзе но это не получилось более или менее построили в дании это кадры из музея рабочих дании там даже установлена статуя ленина правда в обновлением дворике вот и в дании декларируется именно равные права в дании слова колхоз в дании индивидуалисты там живут но в то же время популярные идеи коллективности да и на эпохе этого как раз родилась идея крестьяне о которой мы поговорим позже ну то есть здесь декларируется равная возможность и в гендерном отношении и вот как бы всех стягивают средний класс поэтому вот я также себя определила да говоря про гендер я тут подобрала такую картинку с русалкой и с русалом да здесь феминистки были очень активны это конечно отразилось на датских мужчинах многие датские мужчины довольно скромные они думают что ага лучше я с женой спарить не буду и часто в отношениях же она такая более доминирующая и она принимает важные решения а муж так думает я не буду даже вмешиваться вот что она скажет то и сделай и эта тема активно муссируется например в тех же фильмах и есть такой даже фильм забавный в люк теле квина страшная женщина и там вот эта ситуация доведена до абсурда до гротеска поэтому я потом про этот фильм выложу какой-нибудь пост да и вы сможете посмотреть сами в этом убедиться ну и герна гендерное равенство выражается и в том что датчане например мужчины тоже принимает активную участие воспитание маленьких детей и отпуск по уходу за ребенком он примерно год ну то есть он год он делится между мужем и женой я знаю что в швеции там иногда вообще большую долю берут мужчины но в дании это может быть там пара месяцев но так или иначе вот это nordic debts книжка которая сейчас очень популярна его можно применить и к дании да то есть мужчины тоже принимает активную часть воспитания детей здесь нет такого строгого деления ага там мужчина добытчик аж на домохозяйка и принципе жена может быть отлично зарабатывает а мужчина там может готовить то замечательно и помогать там может быть с уборкой и с детьми помогать то есть это все примерно сбалансировано и что касается профессии то есть нет никаких стереотипов по выбору профессии хочешь там быть медбратом пожалуйста медбратом хочешь быть усатым няним пожалуйста быть усатым няним и никаких проблем этом нет а если девушка хочет служить в королевской гвардии то она берет оружие и идет служить королевской гвардии то есть ей тоже никаких препятствий нет для ее желаний конечно я почему-то отложила на самый конец тема велосипедов это то что поражает всех кто приезжает дали у нас есть даже велосипедные пробки на то есть посмотрите кадр сделаны утром люди спешат на работу у нас велосипеда из всех мастей есть шутки на что если у вас украли велосипед пойдите его искать в каунасе это просто датская шутка ничего против литовцев мы не имеем вот ну посмотрите есть разные модели велосипедов можно и детей возить можно и продукты закупать почему потому что дания плоская климат здесь очень такой приятный вот и в любое время года можно кататься велосипеде правда даже сейчас бывает очень холодный ветер и например я не могу кататься велосипеде каждый день и куда-то там в центр ездить я в основном по своему району езжу но для кого-то велосипед от реальной жизни потому что машины это дорогое удовольствие а велосипед это дешево это не загрязняет окружающую среду и в общем это такой супер эко-френдли а кто на велосипед все-таки боится сесть он или ему это неудобно он далеко живет он может воспользоваться городским транспортом и соответственно у нас тут такое зонирование по всему городу и зависит от того да если живешь где-то далеко ты платишь больше но кто живет совсем далеко там больше трех зон от места работы им делают такие налоговые выплаты обратно да то есть получает они скидку налоговую вот и поэтому не стоит думать что если ты живешь в другом городе а таки тоже есть кто путешествует даже там два часа на работу такие пендля да то есть по английском языке комьютор такие путешественники на работу то они получают большую скидку и не волнуйтесь они не переплачивают но цены на проезд у нас все равно высокие да поэтому готовьтесь да если поедете либо бюджет готовьте либо на велосипед садитесь у нас очень дешево арендовать велосипед либо просто покупать специальные туристические проездные они рассчитаны там на целый день или на несколько дней они тоже вам дойдут большую скидку у меня осталось еще несколько слайдов время стремительно утекает давайте посмотреть ваши вопросы сейчас одну секунду даю там было приготовить давайте мы сейчас осталось еще пару минут я пока да расскажу то что у меня есть а потом и перри подключимся и я продолжим хорошо так мы раз про транспорт я вам рассказала следующая тема у меня крестьяне это я хотела сказать про ценности датчан что для датчан очень свободно важна ценность свободы то есть это и велосипедах чувствуется да то есть свобода передвижения и отдельно у нас есть такой феномен это крестьяне и такой городок свободы в центре копенгаген и там живут всякие личности творческие художники фотографы и скульпторы и они соответственно вот так обустроили свое пространство на месте предыдущем где осталось две минуты у нас пирса где раньше были военные склады и вот здесь как раз изобрели крестьяне байк вот где сидит собака специальный велосипед чтобы туда поместилось двое детей и ящик пива вот так выглядят домики в крестьяне это могли быть какие-то сарайчики их потом обилием такими специальными дощечками сайдингом картины там нарисовали вот в этом особом месте там даже продают марихуану хотя это нелегально в дании в общем такой необычный островок но там можно строить дома форме летающей тарелки форме банана хотя во всей дании обычно все строить нужно очень строго по макету то есть вот там ценность свободы проявилась наиболее ярко здесь хотела показать как живут современные датчане на верхнем слайде это между прочим студенческое общежитие можно себе представить вот а внизу такой современный квартал вот я описала там можно ли снимать жилье всю жизнь и быть счастливым на самом деле можно потому что датчане не заморачиваются у них нет цели вот что-то иметь да всю жизнь и например наша бабушка и наш дедушка которого же нет вот они снимали жилье бабушка и сейчас снимает и им абсолютно комфортно то есть вот это вот ценность в россии обязательно своя квартира без квартиры то никто в дании она просто не работает это к теме культурных стереотипов у нас осталось буквально 30 секунд у меня буквально несколько слайдов до тема хюгия что же такое хюгия я думаю нам сейчас придется переподключиться и я продолжим но хюгия это на самом деле такое уравнение с одним неизвестным потому что только сами для себя вы можете решить что такое хюгия даже если у вас есть плед даже если у вас есть свечка все равно ваши люди будет особенным мы сейчас переподключаемся и я продолжим оставайтесь на связи